Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут только о самом интересном. Балхашские дети могут остаться без школы. Судьба страны «Моя судьба» в Караганде прошел крупный областной форум. Карагандинцев учили зарабатывать деньги, не выходя из дома. Балхашские дети могут остаться без школы. Волну протеста среди жителей Балхаша пробудила новость о том, что одну из местных казахскоязычных школ собираются закрыть. На днях состоялась встреча городского Акима Нурлана Обакирова с возмущенными родителями и учителями. Пока местный глава отрицает какое-либо конкретное решение по данному вопросу, мнение возмущенных остается категоричным. Специально из Балхаша наш корреспондент Аида Ибраева. Средняя школа номер 18, находящаяся в одном из микрорайонов Балхаша, работает 14 лет. Сегодня казахскоязычное учебное заведение, в котором обучаются около 600 детей, из всех близлежащих районов собираются закрыть. Здесь по планам местных властей должен появиться дворец детей, юношества и родителей. И учителя выступают категорически против таких изменений. Мы будем бороться, пока сил хватит. Будем требовать ответа с Акимата. Если нужно будет, дойдем до областного Акимата. Если надо будет, дойдем и до Можелиса. Мы сделаем все, чтобы наши дети учились. Тем не менее, чтобы прояснить ситуацию, на встречу с недовольными вышел местный глава. По словам Нурлана Абакирова, школу закрывать никто не собирается. На сегодняшний день ни одного официального документа о том, чтобы что-то расформировать, кого-то там переселить, таких официальных документов Аким города не подписывал. Чтоб четко вы знали. Школу никто не закроет, говорит местный глава, а лишь расформирует в другие учебные заведения. Тем более, что в нынешнем здании школы, по мнению Абакирова, есть множество нарушений. Условия не соответствуют необходимым требованиям. Однако, свое недовольство родители школьников объясняют отдаленностью других учебных заведений. К тому же, транспортная сеть в городе также не налажена. В конце концов, родители сейчас правы. Было принято решение. Почему сейчас? Вы не успокоились? Вы опять не понимаете? Я не вначале, что надо. Но надо отвечать за свое решение, в конце концов. Я одна воспитываю троих детей. А вдруг мой ребенок через пару не дойдет туда? Меря изменяющий микроенок залог нахватная. Он без шелковского графика вообще невозможен. А ведь в Ахмаде джунлик. Залог на жиле кондуктора баллада джунмалай, потому что у них проездной. Они наличие не оплачивают. Закроют ли Балхашскую школу, пока неизвестна. Ситуация пока на рассмотрении. И как развернуться события, станет известно только после окончания учебного года. Учтяя интересы всех родителей, учительского состава и учеников, для того, чтобы попробовать и сделать так, чтобы именно восстановить то здание по функционалу и открыть здесь дворец детства, который должен быть. Айда Ибраева, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Между тем, стала известна причина крушения военного самолета МиГ-31. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Казахстана, катастрофа произошла из-за отказа техники. По информации ведомства, самолет МиГ-31 в декабре 2012 года прошел очередной капитально-восстановительный ремонт на 514-м авиаремонтном заводе в российском городе Ржев. По окончании ремонта налетал 42 часа. Напомним, 23 апреля в районе 11 часов вечера при выполнении плановых ночных учебно-тренировочных полетов самолет потерпел крушение. Экипаж катапультировался, при этом командир экипажа полковник Марат Едигеев погиб. Штурман майор Руслан Галимзянов госпитализирован. Угрозы для его жизни нет, говорится сообщение. Прервемся на короткую рекламу, оставайтесь с нами. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Судьба страны – моя судьба. В Караганде прошел первый областной форум в поддержку 20-й юбилейной сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая поддержала стратегию развития Казахстан-2050 и еще раз доказала, что путь, выбранный президентом страны, лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, находит положительный отклик в сердцах всех граждан, независимо от национальной принадлежности. В зале собрались люди разных профессий, разных национальностей. Они стали участниками поистине знаменательного события. И глубоко символично, что оно происходит в канун всенародного праздника «Единство народов Казахстана». Основа нашего успеха именно в единстве. За два десятилетия наша страна стала образцовой моделью национального успеха. И это дело рук присутствующих в зале и на сцене. На форуме чествовали лучших людей области. Целые династии принимают участие в строительстве нового Казахстана. На сцену выходили все новые и новые представители разных профессий. И все были едины в своих мнениях. Более 20 лет наша страна, наш Казахстан уверенно ведет вперед. И этому способствует мир и дружба, царящие на нашей земле. Юрий Седов впервые принимает участие в подобном форуме. Как и все выходящие на сцены, он взволнован. Не сразу находятся верные слова о своей работе. И при выполнении работы, при авариях, на пожарах, на стихийных бедствиях чувствуешь себя просто нужным человеком, нужная профессия. Зал объединяет единый порыв, единая цель – честно и верно служить своей родине. Перед областным народным собранием прошли форумы в городах и районах области. Их участниками стали простые труженики села, рабочие, ученые, бизнесмены, представители гражданского общества. Все, кто сегодня вносит посильный вклад в развитие нашего региона и нашей страны. Это и есть настоящий пассионарный взрыв нации. Это великая способность только сильных народов. Мы стали таким народом и должны оставаться на высоте. Казахстан – это единая земля, единый народ, единое будущее. Участники народного собрания расписались в почетной книге первого форума «Судьба страны – моя судьба», которая будет храниться в музее. Сергей Высокозов, Первый Карагандинский. Государство будет поддерживать простаивающие предприятия, вошедшие в картную индустриализацию. Так сказал министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан. Глава Мининдустрии прибыл в Карагандинский регион с рабочим визитом. Осет Исекешев провел кустовое совещание, а также посетил ряд производственных объектов региона. Это линия по изготовлению стеклопластиковой арматуры компании ЖБИК РМ в Шахане. Производство единственное в Казахстане. Открыт мини-завод осенью прошлого года. Такую арматуру используют в строительстве и дамбоукреплении. Стеклопластик прочнее и дешевле железа. Вот только спрос на изделия пока невелик. Ноу-хау сегодня показали министру индустрии и новых технологий. Директор предприятия просит поддержки государства для дальнейшего расширения производства. Под вашим флагом гранты государственные выделяются на новое предприятие. И мы хотели бы сделать реконструкцию бетонного производства. Хотим выпускать продукцию, которой в области нет. Осет Исекешев обещал помочь и дал ряд поручений областной администрации. В рамках визита в Карагандинскую область министр индустрии провел и кустовое совещание в Шахтинске. На повестке дня вопросы реализации программы форсированного индустриально-инновационного развития, увеличения казахстанского содержания и энергоэффективность. К слову, глава Мининдустрии даже привел в пример Шахтинск. Здесь во всех учреждениях образования были заменены приборы учета тепла, воды и электроэнергии, установлены энергосберегающие лампы. Экономия – 11 миллионов тенге в год. Энергосбережение тоже является одним из важных вопросов экономического развития региона. Поэтому я этот пример привел не случайно. Это тоже является одним из ключевых направлений программы индустриализации. Что касается карты индустриализации, то на сегодняшний день туда вошло 66 проектов от Карагандинской области. Создано порядка 16 тысяч рабочих мест. В прошлом году произошел приток инвестиций. Однако наравне с положительными показателями существуют и так называемые проблемные проекты. Производства, которые по тем или иным причинам не выходят на проектную мощность или попросту простаивают. Их немного, всего 19 по всему Казахстану. Тем не менее, государство разрабатывает план мероприятий по поддержке таких предприятий. Это проекты, которые были заявлены в 2010 году. Они были введены, но частный бизнес по-своему распоряжается тем, как им работать. Здесь мы неоднократно с этим этими их рассматривали. Есть конкретные предложения, по какому проекту будет происходить в дальнейшем. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Пополнение в депутатских рядах. Накануне состоялась неочередная 17-я сессия в городском Маслихате, где народным избранникам представили нового коллегу Тулегена Ашимова, который одержал победу на выборах по избирательному округу номер 26. Здесь же сообщили составы общественных советов микрорайонов, призванных решать вопросы обеспечения охраны порядка и безопасности граждан. 54-летний Тулеген Ашимов в депутатских рядах не новичок, когда-то был депутатом третьего созыва. Не так давно он победил на выборах, за него проголосовали более 5000 человек 26-го избирательного округа. В прошлом разнорабочий, сегодня председатель производственного кооператива АСПАП и по совместительству народный избранник. В первую очередь победил авторитет нашей партии, которая делает действительно очень большое дело для повышения благосостояния нашего народа. Я так думаю, мы совместно вместе будем работать на благо и процветание нашего города. Пожелав удачи новой избранному коллеге, депутаты обсудили ряд других вопросов, стоящих на повестке 17-й сессии Маслихата. Были оглашены постановления об изменениях в составе городского акимата, сообщили об утвержденных в составах общественных советов микрорайонов. Чиновники, активисты, общественники и бизнесмены, входящие в состав этого органа, будут решать вопросы обеспечения охраны порядка и безопасности граждан. Кроме того, на их плечах будет лежать контроль за функционированием службы ЖКХ. Таких советов в городе создано 10. Их работа начнется уже в ближайшее время. Целью образования данных советов является повышение участия населения в улучшении условий жизнедеятельности на проживаемой территории, решение проблем конкретного человека, проблем социально-бытового характера, вопросов о профилактике правонарушений с лицами, склонными к их совершению. Важно отметить, что положение об общественных советах микрорайонов разработали в городском Маслихате. На многочисленные совещания по составлению этого документа приглашали чиновников, силовиков, санврачей и общественников. Проект положения был опубликован в местной прессе. У карагандинцев была возможность нести свои предложения и замечания. В составы вновь утвержденных общественных советов микрорайонов вошли также и депутаты городского Маслихата. Ирина Камышова, Лжас Габасов, Марат Култенов. Первый карагандинский. Карагандинцев учили зарабатывать деньги, не выходя из дома. В Нуратане прошел семинар «Народное IPO», где рассказывали и показывали, как приумножить не только семейный бюджет, но и бюджет страны. Впервые идея «Народного IPO» была озвучена в феврале 2011 года в Астане. Тогда глава государства дал поручение правительству разработать программу размещения акций национальных компаний среди населения. Прошло уже два года, но многие граждане до сих пор не понимают сути «Народного IPO». Эта программа рассчитана только для граждан Республики Казахстан. И это самый крупный проект за всю историю нашего фондового рынка. Координатор Айнур Нупинова уверяла пришедших, что это уникальная возможность стать богаче за счет национальных компаний. Но несмотря на то, что программа называется «Народное IPO», рядовому гражданину, имеющему зарплату в 40 тысяч, сложно будет получить высокий доход. Мы должны понимать, что купив 1-2-3 акции, практически комиссия может не оправдать нашу. Нам необходимо где-то 70-100 тысяч тенге для того, чтобы ощутить какую-то прибыль. Если же вы решили приобрести акции, то для вас есть преимущество. Если вы станете участником, у вас будет два типа доходности. Первый доход – это дивиденды, когда компания по истечению финансового года распределяет всю прибыль между держателями акций, то есть между акционерами, и вы можете получить доход в виде дивидендов. И второй тип доходности – это разница от продажи. Данный семинар проходит в рамках подготовки к проведению в Республике Акции «Единый день приема граждан» по реализации программы «Народное ПИО», которая стартует 26 апреля текущего года во всех филиалах партии. По словам организаторов семинаров, в программе планируется участие более 160 тысяч казахстанцев. Сама программа рассчитана до конца 2015 года. Воспользуемся мы этим моментом или нет, каждый решает сам. Амина Смакова, Боружан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обращен оборудованием почти на 7 миллионов тенье. При этом обучаться может каждый желающий совершенно бесплатно. К слову, по статистике в Караганде лишь каждый второй владеет казахским языком, в то время как глава государства в своем послании отметил, что 95% казахстанцев должны обучиться государственному языку. Владение тремя языками, то есть государственным языком, русским языком и английским языком – это задача первостепенной важности. И здесь как раз именно, наверное, скажем так, первый шаг к решению данного вопроса, потому что со временем здесь будут изучаться, углубленно изучаться не только государственный язык, но и английский язык, русский язык, ну и другие языки. Карагандинские дорожные полицейские решили внести в борьбу за чистоту города свой вклад. С 22 по 24 апреля проводилась отработка по выявлению грязных машин и выбросу вредных веществ в атмосферу. Как она проходила, расскажет наш корреспондент Сергей Высокосов. Горожане с удовольствием наводят весенний лоск на улицах Караганды. Теперь дело за водителями. Пристальное внимание уделялось большегрузным машинам. Им не всегда приходится ездить по дорогам с асфальтовым покрытием, и грязь от грунтовок тащится на улицы и переулки шахтерской столицы. А столица требует к себе столичного отношения. Недопустимо, чтобы водители бросали мусор из окна. И грязь с колес просто не место на наших улицах. Обочину видели сами, грязная полностью вся. Остановился, поговорить, а тут луж, видите, негде прижаться даже. Выехал с грязными колесами, сотрудники остановили за грязные колеса. Неприятно. Приходится привлекать водителя к административной ответственности. Правда, моечный сервис для таких машин практически отсутствует. Но закон есть закон. Я не знаю, что вы скажете, что делать нам. Мы не знаем, что делать. Да, ситуация. Не возить же с собой сменные колеса. Но выход всегда можно найти. Дорожные полицейские вышли на отработку и с инфракаром. Переносным прибором для замера вредных выбросов. С ним не поспоришь. Прибор работает автоматически. Пять раз замеряется. И автоматически на экран выводится информация. Исправен двигатель или нет. Прошел-то технический осмотр или не успел, прибор не даст соврать. Тут уже не отвертеться. Это не грязь на колесах. Это уже экология. Как говорится, на ровном месте, а получил штраф. Небрежность, неряшливость сказывается на безопасности дорожного движения. Об этом надо помнить всегда. Отделом дорожной полиции уже составлено с 22 числа по сегодняшний день уже 20 административных нарушений привлекли мы водителей уже грузового транспорта. Это не значит, что водители легковушек могут вздохнуть свободно. К ним это тоже относится. Сергей Высокосов, Марат Култкенов, 1-й Карагандинский. К другим новостям в Караганде выбрали лучшую медсестру. В этом году в конкурсе приняли участие 19 кандидатов из разных больниц и поликлиник региона. 18 медсестер и один медбрат боролись за звание лучшего медработника Карагандинской области. Конкурс проходил в Карагандинском медицинском колледже. Состязание проходило в три этапа. Сначала участники представились, рассказали о себе, своей работе и больнице. Затем конкурсантов тестировали в компьютерных классах. Последний этап – практические занятия на манекенах. Клинику имени Макожанова представляла медсестра Светлана Шевчук. К слову, медицинское учреждение принимает участие в данном конкурсе ежегодно. Мы испытываем волнение. Мы провели конкурс нашей клиники и выбрали лучшую медсестру. И сегодня она у нас очень является участницей. Сейчас у нас будет видеоролик. Она участвует под номером 7, что является счастливым числом. И мы, конечно, надеемся на победу. Библиотекари Назарбаев школ Казахстана собрались в Караганде, чтобы обсудить проблемы дальнейшего развития библиотечного дела в век инноваций и цифровых технологий. Сергей Високосов побывал на одном из тренингов курсов повышения квалификации. Назарбаев школы стали проводниками передовых идей в образовательном поле страны. Библиотеки этих школ по оснащенности не уступают европейским странам. Это библиотеки новой формации и ориентированы на электронные технологии. Даже работа, строящаяся на традиционных принципах, не стоит на месте, развивается. В Карагандецкой Назарбаев школе уже не первый год существует букроссинг или некий общественный обменный книжный фонд. Эта форма работы с книгой развивается во всем мире. Я очень довольна, что этот букроссинг стоит здесь, потому что мы можем в любое время подойти и взять книгу, которая нужна. Благодаря букроссингу мы можем обмениваться мнениями других учащихся, которые прочитали книги, например, классической литературой. А самое главное, что книги мы принесли сами из дома. Главное богатство любой библиотеки – ее информационный потенциал. Но в век цифровых технологий книга, как физический объект, может исчезнуть. Каково будущее библиотечного дела? Об этом шел разговор на семинаре в библиотеке Назарбаев школы. И вообще, будет ли существовать библиотека в том виде, в каком она существует сегодня? Ведь цифровые технологии активно внедряются и в библиотечное дело. Сегодня компьютером и мировой сетью можно пользоваться везде. Даже в лесу с голографической клавиатурой. Голография уже позволяет общаться с собеседником в трехмерном пространстве. Вам нужны компьютерные аксессуары. Например, компьютер на носу в виде очков. Пожалуйста. Любые манипуляции с ним проводятся с помощью голоса. Скоро портные оденут заказчиков за 15 минут. Готовятся сканеры, которые будут производить ткань. Компьютеры в медицине уже могут изготавливать не просто костную ткань, а, скажем, позвонок или челюсть. Физические вещи перестают занимать главенствующее место в нашей жизни. Книги тоже. Затратное книгопечатание на бумаге станет цифровым. Каждый день происходят изменения в техническом мире. И библиотеки как бы уходят на второй план. И чтобы этого не случилось, мы должны идти в ногу со временем. Парадокс. С развитием новых технологий должен повышаться и познавательный уровень учащихся. Но происходит обратное. Уровень знаний уменьшается. На экзамены даже шпаргалки перестают готовить. Зачем? Есть десятки, сотни носителей электронной информации, через которые можно узнать все, без лишнего напряжения. Только достоверность ее вызывает иногда сомнения. Но на это не обращают внимания. Вот в такой информационно-образовательной ситуации приходится сегодня работать библиотекам. Правая среда, наши телезрители наверняка это чувствуют, меняет абсолютно все. Изменяет, ну я не знаю, для библиотеки это изменяет абсолютно все. Потому что уходят, например, печатные издания из библиотек. Как это ни странно. Раньше книга была сильной в библиотеке. Сейчас книга все меньше и меньше и меньше имеет значение для библиотеки, как это ни странно. А все больше и больше значений приобретают цифровые объекты. Необходим поиск новых форм работы с использованием новейших технологий. И, как ни странно, надо возвращать любовь к книге, как к носителю не только знаний, но и культуры. Пусть она будет в цифровом варианте, но все равно останется книгой. Сергей Высокозов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Саубонсдар. Редактор субтитров А.Семкин